Ну, там чуть-чуть было страшно. Все равно же перевернулись. Но мы же еще слабенькие, вот, к ней тут не подстанет. И нас забрали. Сегодня уже с медалью на груди Анна Баранова легко рассказывает о неудачах, которые ей и ее напарнице Евгении Урукановой пришлось преодолеть на пути к золоту первенства России. За три гоночных дня сочинскому экипажу пришлось бороться и с соперниками, и с непростыми погодными условиями. Сложно было и психологически, рассказывает Анна. И лодка перевернулась, и экипаж с самых первых заездов не шел в числе лидеров. И мы были очень далеко от первого места. Третий день мы на 15-16 месте были. Ну, и на самый последний день каким-то образом мы вырвались вперед. И у нас первое место. Победа на главном старте сезона сочинским яхтсменам далась действительно непросто. С разрывом всего в одно очко наши спортсменки буквально вырвали золото у экипажа из Тольятти, оставив сильнейшую московскую команду на третьем месте. Была очень сложная погода, сильный ветер. Конечно, детям тяжело довольно справляться, но мы готовились к этому. Не каждый взрослый подойдет близко к морю в такую погоду, а дети выходят и борются, показывая то, на что они способны в данный момент. С рулевым золотого сочинского экипажа Евгении Урукановой нам сегодня пообщаться, к сожалению, не удалось. Девушка готовится к школе, а ее помощник Анна Баранова к очередным стартам. На этот раз спортсменки поедут в Геленджик. В конце октября там пройдет второй этап отбора в ряды сильнейших яхтсменов страны. И задача сочинских спортсменок войти в состав сборной России под первым номером.